всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня будет обучайно необычайное видео потому что во-первых сегодня будут те бритвы которые не только визуально но и душой люблю на мой взгляд это самые эстетически выведенные самые самые такие фиф очки моей коллекции плюс ко всему по вашим заявкам сегодня попытаемся поженить тдс и кабанов ну еще раритет исканно старинная штука у нас будет сегодня на авто шейф благодаря нашему хорошему подписчику с германии ярославу ну и вы на крупный план смотрите что да какая я начинаю догонять прежде чем я покажу вам героев сегодняшнего обзора поближе хотел бы чтобы хотел бы штабы хотел вместе с вами посмотреть поближе что в этой посылке от андрея левченко украина я-то знаю что но я думаю и вам это будет интересно потому что здесь совершенно неординарные вещи вот други мои атлас атлас лезвий как я понимаю на всех лезвий которые выпускали за все это время на земле хоть здесь и написано коллекцию гвитту америка надо будет но я думаю что здесь не только американские лезвия но и все 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 которые выпускались этот атлас где-то нашел андрей и один оказал для канала в том числе посмотрите какая красота здесь столько всего здесь это я тут говорил что у меня тут больше 80 лезвий собралось но я думал ну блин но это немало я вам скажу выходит человека говорит на канале наш подписчика у меня горит больше сотни но это тоже как бы не сила я вам скажу а тут посмотрите это это не одна сотня это обязательно будет ним поковыряться посмотреть потрогать пошупать поближе вот смотрите даже вот лезвие для чего выпускались на вот девчонок девчонка то думали уже и тогда еще когда это какие-то годы указано тридцать пятом году между прочим miller sales компании вот такие вот ребята вещи тоже бывает это все к чему как много обзорчиков и знаете которые заморачиваются подобного рода литературой а вот андрюха может себе позволить но я его понимать то что он этим болеет он этим ух горит ну ссылку на канал этого неординарного человека я оставлю в описании под видео почему неординарного андрей не делает просто обзоры он лезет под корку вытаскивает все что можно вытащить и показывает и хороший плохой вот показывает все и предоставляет зрителю кто смотрит его обзору самому решать что он перед собой видит ну вот теперь к нашей основной теме а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, от ТДСов мы сегодня выбрали детская ласка, пришейф, умоем лицо, подготовим для бритья, ТДС кремовая ментол и ланг-жасмин. На одну половину лица, на вторую половину пойдет ТДС кремовая цитрусовый ментол. Вот этими тремя препаратами сегодня и воспользуемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь вот все-таки что-то есть. Все, умываемся. Ну нет, не для бритья, видно, но это для обычного мыла, которым вы моете руки. Смотрите, неплохой результат, да? Первый пойдет у нас и ланг, и ланг. Ох, ё... Ох... Да, Андрей оказался прав. Мыло-то, блин, пахнет. Так, ну что делаем? Здесь просто намочим, и вот так. И здесь помазок тоже сухой доселе, просто намочил, и, наверное, знаете, даже еще вот так вот давайте его корове же сделаем, как по соску, как по вымени, по вымени, прошу прощения, у коровы вымя. Ну и посмотрим, как оно будет сейчас нам грузить. Решил не ходить вокруг да около, сразу же взять матерого 10... Один два ноля девяносто восемь, так как он профессионал, и сразу расставить все точки над D. Что будет с 13.05, я не знаю, ребята, но этот нам сейчас что-то покажет. Водички мало, еще чуть-чуть. Вот так вот, смотрите. Эх, ты мой, да лотой потерял, да? Ну ладно, ничего страшного, мы не будем тебя ругать. Вот, ребята, я считаю, что уже что-то там набрал, все остальное сейчас мы здесь с руки соберем, и уже можно будет идти на лицо. У нас жара прогретущая никак не отпускает. Сегодня опять, ну, пускай не 35, пускай 32, но хрен редкий, не слаще. То есть все равно, как бы, далеко от моих комфортных 17-20. Ну ладно, чего, внувать не будем. Ламбаду давай, да? Не дождешься. Ну, будет повод, может, там и спляшем еще, но так, без повода, что-то в дураки пляшут. Все, поехали, попробуем, посмотрим, что тут будет. Распределили. Ментольчик на губах чувствуется. В атмосфере. Да, вот тут вот, околоносной атмосфере плавает. Ну, в пределах разумного. То есть тут что-то такое, бау. Нет, такого нету. Чуть-чуть водички. Антон, дружище, извини, но при всем моем уважении, у меня сейчас что-то особая разница между кабаном и барсуком не вижу. Ну, ну, смотри. ТДС-то прет и пучит. Ну, у тебя там еще была ремарка, что не было скольжения, там быстро сохло. Ну, давай сейчас пойдем дальше. Ну, пускай так будет, что. Когда-то во времена ООНа и благодаря Андрею Левченко на канал первая попала Афро-Немка. Вот эта вот красавица, пиковый турки Эрбер Санс. Вот давайте, наверное, с нее и начнем. А уже потом, благодаря воле и случаев, уже и натуральная немка, беленькая такая, ариечка подошла. Ну, вот начнем с Афро-Немки. Ну, ребят, стебузь, господи, ну просто пиковый тур с черной ручкой, да и все. А то еще там в толерантности или нетолерантности начнете обвинять. Так, ну, поехали. Височек. Не знаю, что будет дальше. Но пока, блин. Так, убираем лишнее. Вау, вау, вау. А вот сейчас в Эланге-то от ментола, блин. Ну, прям вот тут уж прям в северный полюс. Тут больше, чем я люблю обычно. Вот еще чуть-чуть, еще маленькая волна, и уже глаза бы начали слизиться. То есть любителям ментола такого, не детского, вот на Эланг-Эланг обратите внимание. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай попробуем сейчас еще... На второй проход... Сделаем пожиже... И посмотрим... Да, высохло... А что будет с вариантом пожиже... Так... Для этого... Намочу... Очень большой соблазн был сегодня пришейф от Александра в Пиндюре... Тем более он совершенно случайно на полочке оказался... Ну от предыдущего видео... Но не... Силой воли зажал все в кулак... Не-не-не... У нас же сегодня эту позицию заменяла детская от ТДСов... Ну... Пока... Пока не могу сказать... Был какой-то цимус от этого всего или нет... Так... Угу... Ага... 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 вот здесь должна кровь появиться ух какая прям сеньорита прям такая ну нет не сучка такая я почувствовал жало почувствовал было не злое не противное не какой-то там не знаете как злое учка а вот такой такой аккуратно тут серьезно я не шучу что-то вот такое ух по кайфу странно вот на этом участке сейчас чувствовал что неудобно мне работать ну а так удобнее и 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 В этом мыле с ментолом для меня чуть-чуть лишка, не хотел бы я, но я бы не стал пользоваться, запах да, запах кошерный, но ментола для меня много, вот кто любит ментол выше среднего, вот на это мыло, обратите внимание, тем более в жару, ну скажем так, от лица до макушки и до шеи, вот это вот все вам и не обеспечен будет, но опять же без перебора глаза не бьет, не режет, Так, чуть-чуть Но достаточно разбавил, он уже даже кожа просвечивает, губы уже устали линием покрываться, не медь Так, как же я тут делал-то? А, сейчас на веер выходим Субтитры сделал DimaTorzok 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 не дадут мне такого подвига совершить ну подвиг не совершил но стало гораздо веселее все ребята с этой стороной закончено по варианту beautiful вот здесь вот чуть-чуть недобрита но это я сменил технику вот здесь вот этот проход он остался мной ничем не не заполнен тут надо научиться еще ровно поверхность делать потому что я перебарщиваю у меня все закончили переходим на мыло цитрусовый ментол ну и натуральную немку арийского происхождения с белым цветом ручки идем по той же схеме совершенно сухой помазок так вот замачиваем его сразу чуть-чуть сдавливаем тут тоже на машине чуть-чуть вот такой вот она у нас сырое забираем 50 движений ребята я чтобы не перематывать каждый раз и потом во время монтажа не считать решил считать сразу за 50 движений мы получили вот то что получили ну и все теперь можно спокойно идти на лицо ну да конечно тоже ну и что что другая сторона без компресса никак пробуем навести пену когда ровную поверхность изображал все таки цепанул маленько из всех барсуков ой из всех кабанов прошу прощения какие у меня есть меньше всего веры конечно 1305 он такой нормальный нормальный очень хороший очень пазарный классный вот просто великолепный он слабость наступает момент он начинает реально жрать кушать пену нечто подобное происходило с вулфиксом моим красавчиком которому я спел ни одну оду дифирамбами завалил тут половину ютуба потом хлобыч настаёт момент и он кушать начинает вроде пытались разобраться из-за чего все это канитель но деградация волоса там то есть но фиг его знает но сейчас вот смотрите ведь ведь ночев вроде ничего да очень даже может быть а такое уже было парни писали в комментариях что да с моим повозком произошло то же самое потом бамс прекратилось ну то есть я так понимаю критические дни закончились и все начинается нормально надеюсь что этого скоро все кончится ух ребята то ли от ментола отвыкнул этом цитрусовом как бы ментола то тоже немало это во-первых во-вторых апельсиновая или цитрусовая цитрусовая это не так там совсем другой запах и он такой на эти что-то даже древесное есть что-то такое очень интересно но никак не цитрусовая мне этот запах больше нравится чему там было номинировано на этикетке ну что ж поехали андрей был прав как как обычно как всегда говоря о том что эти херберы музыкальные певучие вот это да он есть еще какой ну вот У меня сейчас головной мозг, ну, по крайней мере то, что от него осталось в эту жару, борется с такой крамольной мыслью, что вот этот афро-немец бреет чуточку по-другому, чем ариец с белой ручкой. Как так? Одна серия, одни бритвы, одни габариты, один вес, один материал стали, заточка у одного человека, все перетачивал Сергей. Ну, так разве может быть? И тот, и другой перед бритьем побежал 30 раз на ремешке. Ремешок от Андрея Левченко, хорошая штука. Ну, вот сейчас вот он там пытается что-то сообразить. Так, делаем погуще. Может быть это как-то там, я не знаю, надумал себе что-нибудь типа. Знаете, как вот плацебо, да? Так вот и это. Ну, здесь уже не такой бодрячок, конечно, как было 120098, но как бы тоже, смотрите, что-то пытается тужиться. Хоть и подхомячил уже изрядно, но тем не менее, вот смотрите, на второй проход нам вполне себе достается пены. Так, попробую по-старому. Так, попробую по-старому. благодаря своей форме бритва великолепно проходит поперечный проход у меня под губой просто заморчательно наверно даже все таки даже еще и лучше чем хамон русской бритвы там улыбка видели какая но здесь вот вроде не такая уж и большая улыбка гораздо меньше чем на хамоне но вот что-то вот здесь какое-то такое есть которое ух вот так вот и по красоте приятно уже слегонца подсохло так нормально так второй проход вернее третьего да вот он вот он фиаско вот он попандос то чего и боялся на 1305 то есть вазюкой не вазюкой а чё а все уже не гу-гу теоретически конечно можно было бы на 3 раз тянуть но я прям чувствую как волос цепляется за кожу я понимаю что весь полезный продукт съеден хочешь ты того или нет нужно еще набрать ну вот антон ты об этом писал что у тебя кабанами вот именно так тогда если это то о чем ты писал но это не проблема мыло это проблема помазка вот так будет правильно и и и и и и и Уберу лишнее мыло с клинка, потому что тут под носом дышать то чем-то надо на если у вас там куча лезвия сейчас все это себе и все все блин даже подбриваться не надо будет вот здесь вот это это убрал вот этим вот движением надо поработать над дядями я понимаю почему у меня по старому не понимается они получаются это странно потому что для его рука и пытаюсь что-то найти новое а нихрена не получается надо просто заставить чтобы левая рука была твердо вот в этом месте потому что вот это движение она чертовски помогает не убрать вот это вот место а здесь точно также я пока еще не научился вот надо учиться плюс с этой стороны мне очень хорошо и очень удобно идти так так почему бы не заставить левую с этой стороны идти так но тут у меня по пандос каком месте вот здесь вот при заходе начинает рука маленечко вы ее и потом как вот пошел с инструментом все в порядке твердости руки не хватает и отсюда вот это вот все менжевание вот эти вот тропыр вот это вот все подергивание а это не изгуд это неправильно конечно это будет убираться практикой но надеюсь со временем у меня уйдет так и что мы по факту имеем сейчас быстро вполосну ну наверное при сложившейся ситуации излишне и глупо показывать что осталось и может потому что мы все-таки второй раз заходили но тем не менее вот что-то там вот васенька еще капельку дать выжать удалось при том же самом раскладе сразу вам не показал что 12098 прошло уже целое бритье половина и вот что у нас здесь еще вот ну то есть помазок помазок играет немаловажную роль а мыло сейчас заключительном условии поговорим пока сидел на компрессе мысли всякие раны в голову ломели среди них приличные и неприличные и глупые может быть даже сумасбродные решил не буду разбирать поделюсь всем а там уже решим что из них туповастенько не заслуживает нашего внимания а что в принципе то можно и обдумать так вот из глупого пялился на полку а на полке в правом углу сова поли пришейф в левом углу 4711 всемирно известный который на канале благодаря Ярославу Ярослав спасибо тебе огромное и вот мысль такая пришла в голову а чтоб не попробовать то ну понятно что это пришейф но очень хотелось его в качестве автошейфа попробовать раз он такой весь себя и успокаивает но самая основная эта причина как-то пол лица автошейфа пол лица маслом да ну вот и думай как так-то но другой стороны раз придумал то и делай давайте начнем с автошейфа потому что все-таки руки там сами понимаете да не масляные будут а потом уже и пол лица пришли вам ну вот александра так чуть-чуть дозатор культурный чисто буржуинский такой взвешенный не даст вам лишнего расхлепать расплескать ох 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 ой вкусно хорошо ну просто просто кошерно я бы сказал но сейчас та сторона завидует ну давайте вот так вот чуть-чуть и сделаю чтоб это тоже было маленечко приятно ребята обожаю этот автошейф у него одни плюсы сплошные но они минус запах недолго держит до запах такой что просто хоть взрыв мозга настолько балансирован настолько тонко изящно и аристократично вычурно привлекательный без всякой помпезности без всяких вот на эти вот этих вот каких-то вот понтов он просто кошеный амал он обалденный в конце концов но долго не живет вот так вот и давайте сразу попробуем ту сторону вот так ну полтора пшика я думаю на этом остановимся вот так вот так на влажное лицо дурак надо было меньше делать пол пшика бы хватило ну ладно чё ну посмотрим так ты пока впитывайся ребята таки шо я вам могу сказать за 47 11 вы сами все знаете это старая добрая фирма кернская водичка которая уже на свете существует не одно столетие сводит с ума мужскую так и женскую половину своей привлекательностью не всем она нравится не всем некоторые считают что это аромат такой знаете слишком уж там фи-фи-фи какой-то такой вот но замороченную там высказывают свои доводы ребята ну это нормально нормально потому что ну мы с вами это уже проходили все всем нравится не может моей точки зрения запах великолепный для меня лично просто прекрасный и то что эта компания последние годы стала развивать и другие линейки одеколоны и раньше были просто они ароматы стали другие включать но только в плюс только хорошо каждый может попробовать все что ему нравится что ему интересно попробовать ли вам авто шейф ночью нет то в принципе он нормальном таком доступе ну и пробую такие вещи они существуют большой палитре начиная от прям от авто шейфа вот это по-моему чё это вообще у меня одеколон да или чё сейчас я большой глаз возьму да чтоб я так жил ребята шо я тут мозг втираю это же одеколон ну да совершенно верно авто шейфом квадратной такой бутылочки 4711 а я думаю что мне так хорошо прям поорать захотелось а это вон оказывается от чего но с другой стороны у каждого же мужика бывает жизни что знаете просто чисто там кайфануть чего-нибудь там не от стока и сразу как долл долл но вот одеколоном 4711 до после бритья ребята да чтоб все мы так жили чтоб не только у меня но и у каждого на столе стоял и каждый мог это попробовать вот так вот я хочу сказать вещь вещь однозначная вещь ну запах у него не намного дольше чем авто шейфа но все равно запах великолепный что же до пришива александра липкость пока еще не ушла пока еще есть как долго это продлится посмотрим пока все это проходит давайте наверное поговорим за тдс of иван колонка запах запах хорош запах хорош но что-то как-то он знаете вот не то чтобы у меня как ему какие-то претензии он просто не выбил из колеи просто хороший запах вот так вот то есть вот хороший запах хорошего продукта чего не могу сказать об апельсинке вот цитрусовый запах он не только понравился он еще и удивил потому что написано честно вот цитрус ментол но и ты как умная маша как бы и рассчитываешь тоже ну ладно хорошо чё цитрус ментол а когда берешь когда берешь и нюхаешь то получается да иван колонка пахнет так вкусненько по тропическому там увлекательно цветочками с деревьями все как положено иван колонгом а цитруса я здесь вообще не увидел за что зато нашел что-то древесное то что я всегда любил люблю и любить буду как так я не знаю возможно мастер который производил вот это вот все чудо на свет так видит цитрус если так так я так и рад за него потому что он лично для меня попал десятку вообще реально по кайфу что касается за ттх этих мыло боев ребята ну с моей точки зрения ничем не отличаются от предыдущих и на этом мы наверно поставим точку в обзоре про тдс кем его потому что там дальше будут только запахи и ароматы другие мыл это будет то же самое с исправленной формовой апреля 19 числа сего года 2019 по новому летоисчислению и мне это нравится есть у нее особенности скольжение хорошее пенообразование хорошая экономичность хорошая но вот то за что говорили ребята это сохнет быстро этого не отнять тут парни смотрите сами кто хочет запишите это в недостатке я лично запишу записываю это в особенности потому что перед каждым проходом я наношу новый слой и знаю особенность этого мыла я могу предпринять соответствующие меры то есть четко добавить воды самое простое намочил лицо потом наношу ну или на крайняк просто лицо намочил и помазок чуть-чуть так пять капель и ура ура вперед-вперед на один проход всяко-разно хватает но будут и ограничения благодаря особенности этому мыла вы не сможете до бесконечности возюкать инструментом по вашему лицу тот участок где вы сняли пену забудьте второй раз туда лучше не лезть это как лучших каналах вот дяденька умный в книгах пишет он по башке нам стучит там долбит где нет пены не ходить не ходим начали пену нанеси потом проведи нам еще мышь да мы все слышим все понимаем но все равно без пены шкрябаем тут этот номер не пройдет реально высыхает реально уже становится кожа то есть вы шкрябать так не будете поэтому новое мыло лето ментол лично для меня хорошая штука мне она понравилась отличается ли она от старого до отличается мне но показалось более такой знаете лояльная клиенту более простое в работе более предсказуемое и более прогнозируемое то есть лично для меня это тот пластилин из которой могу слепить любую фигурку которая мне нужна и особых трудностей у меня это не вызовет ну а что же касается до личных взаимоотношений этого мыла с кабанами но вот как показалось сегодняшнее бритье то тут по большей степени нужна взаимность если мыло приходит ну 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 чё ну давай ну пойдем там и костерка посидим а помазок начинает фу-фу-фу да ты чё да я не такой да я вот давай вначале а потом ну вот тут уже как да тут никак не будет песни как видим с вами то есть 12098 там сразу и шашлык но 1305 схомячил зажулил никакой пены иди набирай снова то есть я считаю что тут по большей степени все-таки зависит от помазка как помазок себя поведет это не не от мыла зависит поэтому вот антон смотри чего у тебя там с помазками есть такое что вот этот помазок с этим с этим с этим с этим мы вам работает нормально а вот и на это мыло приходишь у тебя и все и компот да такое может быть вполне себе вы просто поставьте для себя отметку что этот помазок с этим мылом но дружить не хотят не будет шашлыка ну вот и пробуй с чем-то другим но вот я к этому так отношусь мой талисманчик от мюлей камешек сегодня не пригодился да и слава богу потому что а детское мыло пробничек пить стоять маруська ребят я не знаю насколько она там чё-то помогло подготовить как мыло для бритья я бы его не стал использовать а зачем если та же самая компания делает классные шикарные мыло для бритья зачем это то а вот в качестве такого для дома но вполне себе очень хорошее мыло я не знаю сколько она стоит наверняка подешевле чем будет чем для бритья ну то есть как мыло это хорошее мыло а вот что она перед бритьем там сделала ну знаете это вот вот у меня получается как вот как в прораза да вот мне нравится его из-за запаха в качестве пришей его использовать ну а так чтобы вот знаете чтобы вот чтоб точно сказать да ты чё да там в прораза с пришивом там ух вообще огонь отлетает фух нет так я не могу сказать вот мне нравится просто наносить ощущать запах потом пену и бриться вот если толк я так и не заметил от чего есть толк я заметил но вот от прораза и от этого я учета вот не заметил поэтому тут вот не могу сказать клинки фредерик хербер инсанс по моему до 1890 до 1910 годы ребята этим клинкам уже больше ста лет это те клинки которые держа в руках ты леешь как котенок это те клинки глядя на которые у тебя в душе просто рождается какой-то теплый комок и ты не отпускаешь сразу эту бритву а крутишь и вертишь складываешь раскладываешь смотришь на изгибе изгибы переливы ты просто любуешься любуешься ее водами любуешься ее гравой ты малеешь от того приятного веса более 60 грамм сколько там 65 в руках и ты ты просто кайфуешь на мой взгляд это жемчужина моей коллекции наряду с теми немногими которые есть но я я искренне люблю эти бритвы я бесконечно благодарен андрею левченко которая для меня открыл эту красоту вот вот просто вот при все моем великом уважении к андрею левченко к его каналу я раньше был уверен что канал андрея левченко вот именно в плане бритья совершенно неординарное исключительное в чем же неординарность исключительность том как он подходит к сути вопроса как он копает как он собирает информацию как он ее отдает там нет обыкновенного какого-то знаете такого забубенного показа там есть история там есть расклад там есть подача материала там есть фокусировка буквально по всем позициям и там есть загляд даже в потрошка и непредвзятое мнение человек просто выдает всю информацию которую он смог нарыть по этому предмету на данный момент можете мне поверить если вы сядете гуглить навряд ли вы найдете больше и вот это все андрей отдает и представляет вашему анализу он не говорит что вот берите это он не говорит берите то да он может сказать это хорошая бритва это как-то не очень но это его личная точка зрения и вот то когда он это говорит это буквально полпроцента на общем фоне остальные девяносто девять с половиной процентов это сухая информация которую он нам дарит дабы мы сами распорядились ей на свое усмотрение вот за это я люблю этот канал и благодаря андрею я узнал вот об этих великолепных бритвах первое мое знакомство было с ними ну не очень скажем так радужным потому что мне они показались чуть-чуть слегонца злыми не в обиду будет сказано андрею но вот за . сергея с новосиба вот на этих бритвах она вот мое решение вот это вот она отыгралась на все сто процентов я сейчас их как как по-новому увидел как по-новому открыл здесь они стали брить совершенно по-другому это не в том смысле что андрей точит плохо а сергей хорошо нет это в том смысле что у каждого своя заточка и вот это за . вам подойдет допустим чуть больше а это чуть меньше вот об этом смысл об этом разговор это не умаляет мастерства того или иного мастера это говорит о его особенностях так вот ребята я взглянул на них прям прям ну по-новому одно не пойму почему мне кажется что беленькая бреет для меня гораздо комфортней ну как это я уже вы его вот там может там на два три процента вот так вот где-то чем черненькая но это скорее всего до плацебо себе какой-то в башку убил потому что он такой в принципе не может быть но ребята ну как они побрили блин ну вот сейчас первые штрихи полезли если жара то пришейф от александра в качестве автошеева я бы вам не советовал использовать испаренного здесь появляется для бритья хорошо в качестве автошеева надо смывать скорее всего ну а тут все уже практически высох чуть-чуть маленькая липкость осталось и 4711 одеколом в качестве пришейфа все-таки работает качестве работает заключение заключение хочу сказать что те продукты которые сегодня были на обзоре не способны подарить радость каждому если вы вдруг задумаетесь в какую-то из этих сторон ребята вот в качестве от всех тех продуктов которые здесь и лично я уверен а вот что вам подойдет не подойдет это вы уже думаете решаете смотрите прикидываете сами но ну скажем так вот если вот иванов чё ты там вот чё йок вот йокает ребята на это вот просто сердечко йокает вот так за этот я не говорю он уже приёкался давно у него чё говорить а вот на эти вещи вот реально йокает йокает и прям отзывается почему так не могу сказать про литоментол тдс ну он просто хороший продукт хороший продукт с хорошим набором то есть ввиду того что может быть он бюджетной линейке и тдс специально не задирают цену и стараются попадать в определенный ценовой сегмент ну может быть я к нему слишком просто отношусь но такое да такое может быть но это это вот то что берешь в руки смотришь пробуешь и у тебя фонтанировать начинаешь как знаете как то